Девушки отдыхают Об этом вам комендант Вальбер расскажет. Выходите из клетки, я вас провожу. А что, если я откажусь? Пойдемте. Вы же знаете, комендант ждать не любит. Чем скорее прибудете в его приемную, тем скорее все узнаете. Скажу только, что новости для вас хорошие. Семь лет. Семь лет я здесь. Скучно вам было в темнице сидеть? Чую, вы еще не раз добром об этом времени вспомните. За полгода, пока вы тут томились, столько всего произошло. Король, говорят, при смерти. Принц и Монтье власть поделить не могут. Иначе скоро новых узников нам пришлют. Дворфы отказались нам дрова поставлять и сбежали куда-то. Куда сбежали-то? Там в сундуке ваши вещи. Забирайте все, а то замерзнете насмерть. В темнице-то теплее, чем снаружи. На Монт по три поветрия моровое. Везде карантин. Маги в масках. Во всей королевской земле нежить измоги влезет. Теперь вы свободный человек. Пастер! Ты чего узников упускаешь? Дубина ты, Ларри! Не видел, что ли? Из самой Марцеллы Донец приехал. Я только сменился. Вот знай, он привез приказ об освобождении от самого принца. Тревожный, господин комендант. Столько суеты и из-за кого? Что вы вообще собой представляете, что я должен нарушать порядок в моей тюрьме? Мое имя Айвор. Предводитель знаменитого отряда Псы войны. Если тебе это что-то скажет. Хм, ну-ну. Слыхивал я и не такое. Как писал Флавий Острослов, ничто не ново в этом мире. Но вот таких писем за все семь лет, что стоит Круцес, не получал. Принц Адриан приказывает вас освободить и направить в Марцеллу. Да не просто своим ходом. Вещи и золото вам вернуть и выдать с кокуна. И зачитываю. Снабдить охраной из солдат моего гарнизона. Безумие! Так, давно пора. Обезумел принц или нет, ослушаться его я не могу. Бастиан уже должен был вернуть вам ваши деньги и вещи. Если не украл, конечно. Эйстон, наш интендант, снабдит вас оружием. Золота у вас предостаточно. За охраной отправляйтесь к Дециму. Он давно хотел от смутьянов избавиться, вот вы их и заберете. Советую еще псов приобрести. И что там еще его высочество желал? А, лошадь! Конюх левит, подберет вам какую-нибудь клячу. Вас понял, комендант. А сынок-то уклад, где оказался сердобольным. Чего ты взял? А все в этом. Ну как? Лесорубы привезли новые дрова? Стой, что здесь делаешь? Почему без разрешения? Освободили. Комендант сказал, что ты обеспечишь меня сопровождением. Господин Центурион, это правда? Комендант получил письмо от принца и приказал выдать охрану освобожденному узнику. Хм, срода не бывало, чтобы такого преступника освобождали. Ну да ладно, отрежу тебе несколько смутьянов. А можно меня? Так хочется в тепло, в столицу. Нет, ты, Бастиан, недостаточно плох. Из тебя еще может выйти толк. Выдашь мне боевых псов? Бесплатно. Я тебе разве что пригоршню клопов могу судить. Я этих зверюк год натаскивал. Гони монету, получишь лучших псов Нострии. Псы войны. Звучит так знакомо. Они хороши? Стражники у нас, может, и не самые отборные, зато бойцовые псы злющие, как наш комендант. Не пожалеешь о потраченном золоте. Что тебе надо, человек? Лопату, небось? И тебя теперь на конюшню поработать отправляют? Нет. Комендант велел продать мне оружие. Да получше. О, предки мои. Это зачем еще? С сегодняшнего дня я больше не узник. Освобожден высочайшим повелением нашего доброго принца Адриана. Клянусь рогами Мактиса. Впервые вижу человека, который покинет Круцис на своих дворих. Если золото у тебя водится, можешь купить себе обновку. Милости прошу. Ну, экипировкой Эйстон тебя не обидел. На Альбийском Нагорье выживешь. Ступай, человек. И да пребудет твое тело крепким, как кремень, а душа чистой, как горный хрусталь. Спасибо на добром слове, Эйстон. Ты тоже не хворай. Как же ты умудрился перехитрить меня, братец. А, это вы. Вы отравили мерзавца Клавдия. Рад встрече. Вообще-то я не... Не скромничайте. Вы сделали великое дело, и история вас не забудет. Ты, похоже, не в себе. Лошадь ты мне сумеешь выдать? Лошадь? Всего лишь? Не сомневайтесь, я дам вам лучшую. Садитесь скорее. За полгода позабыли, наверное, как ездить верхом. Можете ехать. Впрочем, погодите. Что такое? Хотел бы дать вам совет остерегаться тюремных големов. Ну, как за новый террин заедете? Големов? Что они делают за стенами тюрьмы? Да, Макросум их увел завал расчищать. Силы у них немерено, а ума совсем мало. Они же не знают, что вас освободили. Увидят? Вам не сдобровать. Будете проезжать южные руины, найдите командира отряда лучников Анселя. Королевский гонец говорит, этот отряд будет дан вам в сопровождение. Надеюсь, пока вы до них доберетесь, они уже поймают мародера, который разорял брошенные дома. Странно, что старик Берингарий не превратил этого мародера в цыпленка. Этот Берингарий тоже будет меня сопровождать? Это уж как его магичество пожелает. Я ему не указ. Может, и в самом деле захочет вернуться из наших холодных краев в теплую башню магов. Садитесь, садитесь. Коня я вам самого лучшего подобрал. Смирный, послушный. Стоит как вкопанный, скачет как ветер. А уж умный. Где хочет вас отыщен? Только позовите. На дворе лето, а здесь как будто никогда не заканчивается зима. О, дорога перекрыта солдатами принца. Как думаешь, мародер тут откуда взялся? Знёши. Стой, кто идёт? А, это вы? Наконец-то. Пока вы гуляли, мы успели мародёра поймать. Как он сюда проник ума не приложу. Но с этим пускай Вальбер разбирается. Наше дело сопроводить вас к Батильским вратам и передать дальше. Вот даже как. Здорово. Замёрз, небось. Да смена от Батильских должна была несколько часов назад подойти. Они вас встречать должны были, а их всё нет и нет. Ну ничего, у нас тут костерок, похлёбку съели, жаловаться нечего. Вы располагайтесь, гляньте у Хелены рекрутов. Как будете готовы, дайте мне сигнал. Мы выступим к Батильским вратам. Я готов отправляться к Батильским вратам. Пойдёмте быстрее, пока насмерть не замёрзли. Я покажу дорогу. Солдаты, строй! Где же все? Надо бить в колокол, звать людей. Что за ерунда происходит? Где стража? Почему мост поднят? Звоните скорее в колокол, пусть опускают! Не спеши, Ансель. Смотри, видишь стражников на той стороне? На них подозрительно криво надета экипировка. Да, что-то неладное тут творится. А ну стоять! По дорожную сюда. Живо! Налетай, парни! Живых не брать! Они не из наших. Разбойники какие-то. А ну отвечай! Эти нам не по зубам. Бежим! Уничтожьте их. Всех. От кого ты бежишь? От них? Я же говорил тебе, не бойся! Вот и ты, человечек. Я, великий Думразил, разрешаю тебе задать один вопрос. Да уж и правда, на чьей стороне дракон на то и победа. Что ты здесь делаешь, старый грозный змей? Отдал долг старому эльфу. Обещание исполнено. Я свободен. Благодари своего покровителя и прощай, человечек. Победа за нами. Собрать раненых. Кто на коне, в Марцеллу за подмогой. Созвать рыцарей гвардии. Живо! Впрочем, отставить. Похоже, бой закончен. Легат Королевской Гвардии Гораций к вашим услугам. Айвор. Бывший первый копьем гвардии. А ныне изгнанник и наемник. И я рад тебя видеть, Гораций. Помню тебя славным оруженосцем. Только... Ты, я посмотрю, стал легатом? Когда? Не так давно. Старый легат Турберт пал в заморском походе, так что... Королевскому совету пришлось назначить меня. Теперь ты командуешь всеми этими баронскими сынками? Не сладко тебе в такой компании, с твоим-то происхождением. Им приходится с этим мириться. Вы целы? Готовы продолжить путь? Гораций, меня только что пытались убить. Тут была настоящая битва. Ты должен осмотреть все. Я должен доставить вас в цитадель Магнуса. Мои люди осмотрят батильские врата и допросят выживших. А мы прямо сейчас отправляемся ко двору. Принц не любит ждать. Подданные мои, я милостью Элеу, король Ностри, собрал вас. Пришло время обновить клятвы. Стойте! Стойте, владыки мира! Время ваших клятв прошло! Погибель грядет! Скоро она придет! Придет опустошение! Смерть и разорение! Никто не справится с ней! А спаситель уже пришел! Он среди вас! Кейтор, заткни его! Прими этот путь избранный. Пройди его до конца. Не бойся, я встречу тебя в пустоте. Не дайте остановить... Чего вы стоите? Вкрутся с него! Прохождение и монтаж БФ Геймс. Так-так. А вот и наш доблестный гвардеец. С добычей. Королевский советник Монтье. Что ему нужно? Стойте. Я задержу вас ненадолго. Так... Ваше превосходительство. У нас назначена аудиенция. С его высочеством, принцем Адрианом. Ах, принц непоседа. Не любит ждать. Но он ведь не вас ждет, Гораций. У меня есть к вам вопросы. Останьтесь. А вы идите к принцу. Но после непременно подойдите ко мне. Дело исключительной важности. Что происходит в Королевской гвардии, легат Гораций? Происходит. Мы служим, как и прежние. Электронный зал сегодня. Не правда ли при Адриане приемы стали очень скучные? Принц, приветствую. Я дал приказ освободить вас не из милосердия. И не потому, что с вас сняты все обвинения. Вас выпустили из заточения, потому что мне нужен по-настоящему способный человек. Вот как. Неплохо. Слушайте внимательно и не перебивайте. Пока мой измученный ядом отец не пришел в себя, я вынужден нести бремя Хранителя Короны и Королевства Ностри. Несколько дней назад произошло... бедствие на магофактории Монпатри. Погибли люди, мои подданные. С тех пор никто не говорит мне правды. Маги ищут происки некромантов, а Монтье ссылается на саботаж артизанцев. Черль разносит панические слухи. Королевская гвардия медлит. Даже хваленые шпионы адептов тьмы не могут дать мне ответ. Поэтому я, милостью создателя, наследник трона Ностри и принц Адриан, поручаю вам провести расследование. Но учтите, пока мое поручение не будет выполнено, вы не обретете настоящей свободы. Отправляйтесь и действуйте от моего имени. Узнайте правду о том, что случилось в магофактории. Мне известно, что возле Марцеллы появился лагерь людей, которые называют себя беженцами с Монпатри. Начните с них. И не останавливайтесь, пока не узнаете истинную причину катастрофы. А вот и вы, мой драгоценный друг. Не будем тратить слов попусту. И о чем пойдет речь? Убийцы и злодеи попрали честь Нострии, надев форму стражи и напав на вас. Средь бела дня, посреди неприступной крепости. О, создатели, возмутительно, неописуемо, невозможно. Но, мой замечательный друг, вы в хороших руках. Пока вы общались с принцем, мои люди уже все выяснили. Этим заговорщикам были нужны вы. С вашей помощью они хотели подобраться к королю, и такое даже подумать нельзя. Это погибель для королевства. Мы можем перейти к сути. Мы нашли, где они скрываются, и уже отправили туда и стражу, и гвардию. Дом заговорщиков расположен на торговой площади у Южных Ворот. Поспешите, и вы лично сможете перебить этих негодяев. Их необходимо уничтожить. Немедленно. Мой помощник Бордольф выдаст вам подъемные на первое время. Ступайте. Королевский совет рассчитывает на вас. Господин Монтье. Прекрасная, прекрасная речь. Ваше превосходительство. Позвольте спросить. Я требую, чтобы меня пустили в цитадель. А, это вы. Наслышан. Верные подданные короля. Именем его королевского величества, короля Клавдия. Стоять! Проход только для рыцарей гвардии. Я от советника Монтье. Что здесь происходит? Ты командир стражи. Стража пусть ловит карманников и дальше. А я рыцарь королевской гвардии. Идет обыск. Нам сказали, что в этом доме засели изменники. Говорят, они организовали заговор. Напали на батильские врата. Во дворе и в самом доме никого не нашли. Один отряд ушел в подвал. От них отчета еще не поступало. Тебе это не кажется подозрительным? Может быть, пойдем и поищем твоих пропавших бойцов? Что же. Раз вас прислал сам королевский советник, то проходите. У меня же есть приказы от легата королевской гвардии Горация. Я буду стоять здесь. Ты что себе позволяешь? Ты что себе позволяешь? Что себе подвал? Пойдемте, осмотритесь. Ну чего ты возишься? Не открывается, зараза. А ты сильнее надави. Есть кое-что? Бумаги, записки. Ну давай, иди сюда, кострявый. Убегает. Всё, а благодаря вас. дома а ты бери людей и за тенебросом скорее пока он не сбежал будет сделано ваша светлость солдаты за мной а ты стражник ты что моего приказа не слышал к счастью дорогой горации я служу не вам тенеброс как ты здесь что ты замышляешь отвечай немедленно чуть позже мой друг мы не одни гарации ты где был раньше не мог прийти гвардия была занята поиском подозреваемых в первую очередь мне нужен был вот этот тенеброс глава круга адептов тьмы к вашим услугам сперва посылаете убийца потом идете знакомиться а вы шутник тенеброс круг не давал санкции на вашу смерть и не принимал контрактов на ваше имя да мы следим за вами но убивать зачем уверяю будь на то воля круга мы действовали бы совершенно иначе не растрачивая силы на столь сомнительную авантюру ты зовешь это авантюрой твои убийцы перерезали гарнизон батильских врат не только мои убийцы в пещеры их провели люди в ливреях стражи новых ливреях только вчера доставленных в штаб гвардии они прошли туда под видом конвоя произнеся пароль пароль который известен только вам и вашим рыцарем гарации довольна если тебе все это известно что же ты не вмешался потому что на этот раз дорогой гарации не только вас обвели вокруг пальца клянусь тьмой если бы наши соглядаты знали что происходит вам просто не заплатили отцепить квартал перевернуть все верхном любые улики передавать сразу мне вы нашли кое-что в подвале дома если хотите найти заказчика покушения передайте эту улику нам что скажешь ты знаешь фиро еще бы каков мерзавец позор всей гвардии ровно сегодня утром я отпустил его уладить семейные дела он уже должен быть своем замке айрок как только мы закончим здесь я отправлюсь за этим негодяем и предам его суду постой среди твоих рыцарей могут быть другие предатели я сам с ним разберусь что же в ваших словах есть здравый смысл я выдам вам ордер на арест фиро действуйте от моего имени однако должен вас предупредить многие рыцари замка айрок клялись верности фиро а не короне будьте готовы к схватке в замке айрок не рады нежданным гостям уходите мне нужен барон фиро у меня есть ордер на его имя от легата гвардии гарация гарации что ж тогда я вынужден вас впустить что ждешь нападай я же неудачник условий лирок пошел вон ты еще кто кто тебя впустил твои дружки пытались убить меня у батильских врат я хочу знать кому ты служишь Немыслимая дерзость. Мне ничего не известно о покушении. И это оскорбление, которое я так просто не спущу. Чему это ложь? У меня есть неопровержимые улики. Ты пойдешь со мной и расскажешь все, что знаешь. Эй, соратники! С каких это пор в мою родовую крепость впускают дерзких безумцев? Что смотрите? Прогнать эту погонь немедленно! А при повторной попытке ворваться в замок, убить на месте! Да ты просто какой-то легендарный эпический подлец. Вначале ты предал гвардию, а теперь хочешь предать своих же людей? Может и так. Но я не сделаю и шага за пределы своего замка. А вот ты вылетишь отсюда, как побитая собака! Именем короля ты арестован. Мы давали клятву короне. Не только вам. Вы поплатитесь! Музыка! Музыка! Эй! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Недавно крупно проигрался Вы не помните кому? Да у меня в салоне что ни день Кто-то что-то выигрывает Всех не упомнишь Тогда может быть вы знаете Кто такой этот господин Де Который написал это письмо? Именно с ним играл гвардеец Ферро Так так, прочтем же Мой беспутный друг При скверное стечение Только один мой знакомый Изъясняется столь вычурно Арман Дюпон Дюпон? Ах, барон Дюпон Его знают все Знатим, богат Покровительствует искусством Знаменитый меценат и филантроп Вот кто он Каждая неглупая дама Втайне мечтает стать его супругой Или хотя бы содержанкой И где же обретается этот баловень судьбы? Я должен оторвать его от дам и искусств И, вероятно, арестовать Ах, вот как! Вы должны знать Так просто к нему не подкопаться Арман не просто приятный мужчина знатных кровей Аристократы уважают его манеры Чиновники любят его щедрость Чернь обожает его театр Вы же знаете, что у него театр Как в древнем Антисе Нельзя просто обвинить Армана в преступлениях Даже не думайте войти во владение Дюпона И арестовать его Его хорошо охраняют Хм... Посмотрим Спасибо за наводку, госпожа Дегиен Тебя ведь господин Дюпон пригласил, не так? Он, конечно, фран Но очень опасный Будь с ним осторожен А вот и свежий хлеб, подходите Ешь на здоровье Подходи, Норман Эй, Мерси Ты чего этому такой большой хлеб дала? А ну дай сюда Опять они за свое Успокойтесь Вы хотите, чтобы к нам и дальше относились как к свиньям? Мы люди Этого нас еще не лишили, ясно? Беженцы Как будто на войну вернулся Вам что-то нужно? Боюсь, похлебки на вас и ваших людей у меня нет Хватило бы на тех несчастных, что остались в лагере Вы из столицы? Хвала создателю о нас вспомнили Вы привезли еды? Нет, еды пока нет Ты здесь главный? Норман я Рабочий из литейного цеха И да, я здесь как бы за главного И от принца Адриана Он хочет знать, что случилось в Магафактории Ты же там был? Что, опять допрашивать будете? А ничего я не скажу, не дождетесь Не слышите меня, ну и катитесь к черту Я не знаю, с кем ты говорил раньше Расскажи, что знаешь, и я уйду с миром Еще чего Посмотрите на нас Люди, которых я привел Еще вчера были лучшими ремесленниками на Магафактории А теперь их все сторонятся, как чумных Бросили подыхать от голода у городских стен Указ издали, не пускать Ничем вас не проймешь, сволочей И раз вы нам ничего не даете, только бьете То и вам шиш Все секреты имеют свою цену Какова твоя? Золото? Послушайте Я человек не гордый Мне за правду обидно Поэтому помогите нашему лагерю, прошу Поговорите вот с Мерси Она вроде бы знает, что можно сделать Да ей самой трудно, едва с нами справляется Помогите моим людям, тогда я помогу вам И расскажу все, что знаю Так есть хочется Тебе не досталось хлеба? А тоже С голода помираю Да-да, чем могу помочь? Твои постояльцы отказываются говорить со мной, пока я не помогу прокормить лагерь Норман сказал, ты знаешь как Там в Риквиле брат мой хозяйство держит Гериком его звать Хозяин он справный, рачительный Мог бы нам помочь Сама признаться не доберусь Боюсь по тракту путешествовать Разбойники повсюду И здесь, и на старой заставе А вы, вижу, за себя постоять можете Передайте весточку брату моему Большего и не прошу Путь не близкий, но буду в Риквиле обязательно передам Постойте, зачем так далеко ехать? У меня есть мыслишка получше Рассказывай, вдруг чего дельного скажешь По пути сюда мы договорились с одним очень уважаемым человеком Его Кистенем зовут, если что Он обещал дать нам еды Но день идет за днем, а Кистень так ничего и не прислал Хотя живет прям тут, под холмом Вы бы с ним поговорили, узнали в чем заминка А я вам подарочек обеспечу У меня найдется, обещаю Что это значит, Гуф? Ты хоть знаешь, кто он такой? А то! Уважаемый человек! Весь мастерский тракт Мерсия хлеба сдавала? Да А ты чего не пошел? Да я-то потерпел Он похитил моего отца Да так и не вернул Как ты мог с ним вообще разговаривать? А что ты предлагаешь? Сидеть и ждать, пока не помыть? Не верю, что Кистень может хоть кому-то помочь Не иначе, как Гуфа обманули Как можно иметь с этим разбойником дело? Он не первый год хочет отобрать нашу землю Угрожает, грозит дом поджечь И как вы от него отделались? Тогда еще был мой отец Он знал Центуриона Прима Служили они вместе Прим восстановил справедливость Защитил нас Но Кистень этого нам не простил Незадолго до появления этих бедняк Отец исчез Пошел в Марцеллу И не вернулся Ох, да что же это я вас отвлекаю своими рассказами Вы же занятой человек Просто передайте Герику весточку, прошу вас А ты чего? Да я вроде и не голоден Даже странно Позавчина жуть как жрать хотелось А теперь вроде и тут Я бы сейчас съел хлеба Спасите! Убивают! Успокойся и расскажи, что здесь происходит Я жена старосты Риквеля А он и еще несколько наших Вон там, на мельнице, за рекой Нежить там их осадила Много нежити! Я больше ничего не знаю Помогите им, умоляю вас Их ведь там убьют А что стражи бездействуют? Позови их, ударим по мертвецам вместе Да кто их негодяев знает? Не пойдут они Сказали, что деревня на осадном положении И ворота не откроют, пока нежить не уйдет Эй, вы кто такие? Где стража? Ты кто такой? Где староста? Кузнец я Комос Мы с Жоржем в мельнице сидели Ждали, ждали стражу Да не втерпешь уже стало Попытались сбежать Я, а то мертвый ушел А он, похоже, не смог Лучше напасть Убьют его там Хватит языком трепать Веди к нему Хватит жорж ну ты как с тобой все в порядке еще повоюю комаса я знаю а вы кто я действую по поручению настрийской короны на твое счастье оказался поблизости из марцеллы значит а где эти наши стражники они же обещали нас охранять в деревне заперлись и спасать тебя не явно не собирались слышишь комас прав был наш мельник врут они нам все никакие они не стражники а переодетые разбойники так у него же бумага такая с гербом магическим печать его же архимаг прислал разве нет а ты головой подумай комас он ее хоть кому-то дал прочитать даже мне махнул перед носом и все разбойники они и бумаги и хлиповые хотят нас слегка пограбить а там избегут кто куда пограбить да никогда поднимем их на рогачины куда он побежал ворота же закрыты о комас и без этого внутрь пролезет я вас уверяю он все лазейки у нас знает сейчас ворота откроем и вышвырнем эту шваль а кого не вышвырнем тех накажем как у нас принято болваны десятка таких ребят хватит чтобы всю вашу деревню пустить под нож так я думал что вы нам тоже как бы поможете не бросить уже вы деревню в беде стой здесь и не лезь куда придется разбираться самому так терпеть не могу такие ситуации что смотришь пруд это я трус последи за языком урод отошли от ворот вот так раз и усидел я на мельнице прибежал на шум посмотреть а тут все уж закончилось а ведь я у вас сомневался поначалу думал вы с ними или заодно или не станете руки марать отпустите но вы им спуску не дали по делом проучил их по своему откуда ну пусть ну пусть он ну пусть он ну 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 но пусть ну в начале деревня даст добро у нас же тут община понимаете я вину раздам а люди что скажут То есть мне теперь нужно идти по деревне и объяснять каждому встречному, как важно помочь беженцам. Зачем? Главное, чтобы староста, знахарка и кузнец добро дали. Против их авторитета у нас никто не пойдет. Девушки отдыхают. Отлично. Значит, согласие получено. Но разве я могу решить такой важный вопрос в одиночку? У нас же община. А что думает, например, наш дорогой кузнец Комос? От лица Геррика я прошу общину о поставках зерна беженцам из Магафактории. У тебя нет возражений? Слышал я что-то про этих беженцев. Я не против помочь им. Но что скажут другие риквельцы? Да. Вот как знахарку уболтаете, тогда и приходите. Я устала тут жить. Так и будем горбатиться на этого Жоржа. О, новое лицо в нашей деревне. Вы местная знахарка? Я к вам от Геррика. Как интересно. И с чем же вы пожаловали? Я здесь, потому что Геррика вознамерился помочь голодающим беженцам. Он хочет послать им зерно. Я должен получить ваше одобрение. Чувствую, не обошлось здесь без воли Мерсии, его доброй сестрицы. Да и вы здесь тоже по ее воле. Но раз вы готовы совершать добрые дела, то, может быть, совершите еще одно? Уже для нас? Сколько мне еще бегать ради этих беженцев? Дельцы-то несложные. Всего-то нарвать четыре букета цветов с пилийских болот. Вон там, за холмами. Призрачными лилиями их зовут. Нежити сейчас много бродят. Заразу они разносят не хуже городских крыс. И чуму поркуса, и венечную заразу, и куриный кашель. А призрачные лилии защитят и от того, и от другого. Ну как, принесете? Тогда я на все буду согласна. А что же вы сами за ними не сходите? Так я же и говорю вам, нежити сейчас много бродят. Куда уж мне, одинокой знахарки. Поехали! Так. Продолжение следует... Хорошо вам. Я кроме запаха болот уже ничего не чувствую. Ну ничего-ничего. Это пройдет. А для того, что не проходит так легко, я сейчас вам кое-что соберу. Что-то осталось еще со столичных времен, что-то изготовила сама. Но вам точно пригодится. Аглая, деревне нужно ваше согласие для помощи беженцам из магафактории. Что ж, сделаем и мы, доброе дело. Я согласна. Так всем и передайте. Я устала тут жить. Так и будем горбатиться на этого Жоржа. Я насчет выдачи зерна беженцам. Герик и Аглая поддерживают это дело. А ты что скажешь, кузнец? Ну, я всегда за доброе дело. Я по поводу зерна для беженцев из магафактории. О, как будто нам своих проблем не хватает. Итак, загибай пальцы. Герик, Аглая, Комос. Все они за то, чтобы беженцам помочь. А ты что скажешь? Вот значит как. За они, понимаешь ты. Ну, раз все за, то и я за. Накормим, Герик. Пусть Герик грузит телегу. Все согласны. Даже вредный староста дал добро. Грузит телегу сказал. Вот видишь, в нашей деревне плохих людей нет. Сейчас мы бедолагам поможем. Глазом моргнуть не успеешь. И беженцы твои будут сидеть с набитым пузом. Без телеги управимся. У меня там близ Марцеллы человечек доверенный есть. Я ему весточку пошлю. И он тебе все выдаст в лучшем виде. А мы пока придумаем, как беженцы провиант отработают. Даже так? Порядок есть порядок. Пусть мельницу нам починят. Потом еще у Комоса в кузнице молотками постучат. Чтобы были они не паразитами, а такими же, как мы, трудовыми людьми. Хороший хлеб привезли. И не говори. А вот и хлеб от Геррика. Замечательно. Твой брат нас выручил. Наконец-то еды хватит всем. Привет вам от Геррика. Продовольствие уже привезли? Да, еды теперь вдоволь. Спасибо вам. Проблема с продовольствием решена. Герик, брат Мерси, обещал дать вам и хлеб, и работу. Значит, пора собираться. Мне больше нечего здесь делать. Постой, постой. У нас уговор. Мне нужно знать о той ночи в магафактории. Что там случилось? Да, я должен рассказать. Просто моя жена... Впрочем, что вам до нее, верно? Давайте к делу. Я расскажу все, что видел сам и узнал от своих товарищей. Не надейтесь. Я не знаю, кто и зачем устроил ту катастрофу. Но об одном из виновников я расскажу. Слушайте. Стража часто пускала посторонних за плату. Той ночью тоже были гости. Что они там делали, логик знает, но только ночью что-то будто взорвалось. Путь главным воротом перекрыло. Нас атаковали. Нас атаковали. Не знаю. Чудовища. Никогда таких не видел. Это была бойня. Счастью, я знал, куда бежать. И так спас и себя, и других. Это все? Ищите Тита. Центуриона с Магафактории. Уверен, этот негодяй знает гораздо больше меня. Не знаю, кому он служит или кто ему заплатил. Знаю только, что когда люди бросились к воротам, ни Тита, ни его стражи там не было. Он бросил нас на растерзание. Он знал, что случится, и сбежал. Это он во всем виноват. А ты не думаешь, что твой Тит просто струсил? Ты ведь тоже бежал без оглядки. Да, я сбежал. И моя жена осталась там, в магическом цехе. Она была на ночной смене, пока я спал. Я бросил ее. Не было ни дня, чтобы я не вспоминал о ней. Но пока мы скитались, все эти люди ждали от меня помощи. Я не хотел бросать их. Но теперь я вернусь и найду ее. И никакой карантин меня не удержит. Помяните мое слово. Воины из вас так себе. Да и вруны не очень. Вы это куда клоните? Был у меня разговор с рабочими магафакторией. Они рассказали о той резне, которая там была. А также о том, что стража бросила свои посты и бежала в числе первых. Ладно. Ваша взяла. Облегчу душу. В ту ночь на магафакторию явились два аристократа. Они прятались под масками. И лиц я их не видел. У них с собой была гостевая грамота от Палатинуса. Мага из лаборатории. Главного поядом. Потом раздался взрыв. Земля задрожала. Мы же стража. Не герои какие-то. Бежали, будто у Логи за нами гнался. Значит, ты сбежал первым и ничего не видел. А вы знаете, какие штуки делал этот Палатинус? Я вот знаю. Один из моих людей как-то наступил в лужу возле его лаборатории. Страшная была смерть у него и у соседа покойки. Двое потом ума лишились. И все ради чего? Ради блага Нострии и процветания его величества? Той ночью я слышал крики из лаборатории Палатинуса. Взрыва и криков мне хватило. Я сбежал сам и увел своих людей. Как можно дальше. Что подтвердит твои слова? А вы как думаете? Вот она, та самая гостевая грамота. С его подписью и личной печатью. Забирайте. Хотите, казните меня. Хотите, милуйте. Может, я и трус. Но против ядов наши копья так себе подмога. А мой отпуск. Написал, что начал изучать искусство смешивания эликсер. У меня даже сердце... А вот те раз. Сумасшедший маг. Хочу расспросить про сумасшедшего мага. Не сказать, чтобы этот симпатяга много о себе рассказывал. Забежал, будто за ним гнался кто. Голоса бегают. Искорки такие сумасшедшие. Ну, я его взял за руку. Думал успокоить. А он как закричит. Не трогайте. Имя Палатинуса проклята. И за дверь шмык. Только его и видали. Ты видел, куда он шел? Да к старым руинам. Они тут неподалеку. Безумный маг. Похоже на Палатинуса. Вы Палатинус? У меня есть несколько вопросов. Уходи. Не мучай меня. Моя душа пылает в огне. Ты разве не видишь, как я страдаю? Никогда больше не буду искать легких денег. Духи стихии питают мой щит своей силой. Попробуй сломать их клетку. И они разорвут тебя на части. Ни тебе, ни им до меня не добраться. Убирайся прочь. Венум магнум летом... Пошло. 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 Я не имею с ними ничего общего. Уходите. Что я вам сделал? Узнаете эту грамоту? Теперь будете говорить? Да. Эту грамоту написал я. Я скажу вам правду. Понимаете? Моя дочь Тереза тяжело больна. Наши лекари не могли помочь ей. Но я слышал, что в артизании... Ближе к делу. Что хотели ваши ночные посетители? Кажется, я знаю их имена. Они обещали оплатить мне лечение Терезы. Я должен был сделать для них особый яд. Понимаете, я смог разгадать один секрет адептов тьмы. Магофактор назвал его поцелуй вдовы. Не знаю почему. Ведь яд сводил с ума, а приводил к приступам бешенства. Странное решение. Я ведь говорил ему, что нужны колбы из ларианского стекла. А он никогда не слушал. Бедняга. Жив ли он еще? Так как же вы погубили Магофакторию? Только не заговаривайте мне зубы. Да-да, конечно. Сейчас. Позвольте собраться с мыслями. Эти жадные аристократы. Они потребовали, чтобы я изготовил им больше яда. Как будто одной им было мало. Из-за них я начал спешить. И тогда... Реторта лопнула прямо передо мной. Яд вырвался. Они бежали. Создатель. Эти жуткие крики за окном. И как же ты спасся из начавшегося безумия? Что-то я тебе не верю. Я успел принять противоядие. Его было немного, но оно действенное. И если бы не тряслись руки, то я бы... Силы стихии. Я больше ничего не помню. Как я здесь оказался? Когда я нашел тебя, ты работал над чем-то. Что ты здесь делаешь? Еще одну порцию яда? Нет. Нет. Я знаю, что делаю противоядие. Я должен уничтожить поцелуй вдовы до последней капли. Этот яд необходимо уничтожить. Он... Постойте. Лопнула ведь только моя Реторта. Вторая была в руках у Урсулы. Поцелуй вдовы все еще у них. Вы должны найти их. Немедленно. Сегодня очень важный для нас день, красавица. Но почему? И где же нам искать этого палатинуса? Я все узнал про вас. И про яд, и про то, как вы уговорили мага его создать. Более того, он утверждает, что последняя Реторта с поцелуем вдовы осталась у вас. Это так? Этого стоило ожидать. Прости, дорогой, но мы пропали. Все будет хорошо, Урсула. Я справлюсь. Слушайте. Во-первых, катастрофа случилась не из-за яда, как считает палатинус. Это не так. А во-вторых, нет у нас никакой Реторты. Она осталась там, в литейном цеху. Мне нужны подробности. Сейчас я все расскажу. Понимаете, не мы одни были ночными гостями на магафактории. Мы как раз получали заказ, когда я увидел какой-то ужасный ритуал. И взрыв. Мы побежали наружу, и тут на нас напал этот дух. Он был в ярости. Урсула выронила Реторту. Палатинус спас нас. Он заклял духа, и тот позволил нам уйти. А Реторта осталась на магафактории. Итак, ваша Реторта осталась в магафактории. И что дальше? Мы оказались в замке Арден. Палатинус сразу сбежал. А этот дух... Как его там? Адур. Так его назвал Палатинус. Это истинное имя духа. То, которому он подчиняется. К сожалению, прежде чем я догадалась этим воспользоваться, Адур позвал на помощь. Налетели другие духи, и мы бежали. А после, что нам оставалось делать? Мы истратили на этот яд все наше золото. Почему я должен вам верить? Вы уже пытались обмануть меня. Если вам нужен свидетель, допросите этого Адура. Он подтвердит каждое наше слово. Мы все сказали. Надеюсь, вы не планируете брать нас под арест после того, как мы оказали помощь вашему расследованию. На фоне стражи, бросившей посты и продажного мага, вы даже не выделяетесь. Что стало с Королевской землей? Вы их нашли? Вы забрали Реторту? Нет, Реторта осталась в магафактории. Адур выбил ее из рук Урсулы. О, нет! Она упала на пол? Это еще хуже! Она ведь могла повредиться! Если так, то яд начнет просачиваться наружу. Ветер разнесет его за пределы магафактории, и тогда... Кто знает, сколько еще людей сойдут с ума, вдохнув его миазмы. Поцелуй вдовы уже погубил магафакторию. Нет там ни заразы, ни вашей отравы. Магафакторию погубил не поцелуй вдовы, а какой-то ритуал. Весьма зловещий. Так что можете немедленно отправиться туда, забрать Реторту и уничтожить. Открывайте портал. Я не могу. Никто не может. Магафактория закрыта на карантин чарами Кейторна и целой армии магов. Более того, сейчас я даже не вспомню, где магафактория и как туда дойти. Мой разум горит. Мне нужно вывести яд. Срочно! Но как я это сделаю? Если поцелуй вдовы остался в магафактории. Найдите Реторту, и я щедро награжу вас. Обещаю. Ты уверен? Ты что, никогда духов не ловил? Просто берешь и кидаешь. Да ну его! Я на это не подписывался. О, слава создателю, подмога подошла! С чего ты решил, что я пришел вам помогать? Вы же не одни тут, вот я и подумал. Думал он. А клетку ты зачем там в замке оставил? Как мы ее теперь заберем? Может, перестанешь умничать и сходишь уже к секвестеру, а? Еще чего. Он меня в прошлый раз заставил котлы и реторты мыть за такое. Так я их три дня драил. Хватит. Что здесь происходит? Наш наставник, секвестр, отправил нас сюда, вот в замок. Магическую клетку дал, чтобы, значит, этого вот буйного духа изловить. Придумал тоже. Дух в замке оказался беглецом из магофактории. Сильный. Он сколько призвал своих. И злобный. Что твой арок? Может, вы сходите за подмогой, а? Секвестр сейчас в алхимической лаборатории, там, в башне магов. Я прошу. Слышите? Нет, я требую. Постойте-ка. Я знаю вас. Видела на Вселенском Соборе. У вас такое запоминающееся лицо. С кем имею честь? Ах, да. Позвольте представиться. Баронесса Гизелла из рода Вилмор-Дарден. Какая удача встретить вас здесь и сейчас. Почему же? Чем я могу быть вам полезен? Видите ли, я хотела навестить Арден. Мой фамильный замок. Освежить воспоминания детства. Может быть, даже восстановить его. И вот, вообразите, в мой дом вселился какой-то разъярённый дух. И пока он там всё крушит, маги отказываются мне помогать. Ммм, обидно слышать такие слова, госпожа. Ведь мои послушники как раз сейчас и оказывают вам помощь. А вот Архимаг Кейторн считает, что для поимки этого, как он сказал, воздушного элементаля, потребуется целая армия. По мнению Архимага, элементаль сбежал из мага-фактории. А так как с его же слов, мага-фактория поражена моровым поветрием, не только я, но и вся Нострия будет вам признательна, если вы поможете ученикам уважаемого секвестера поймать этого проклятого духа. Послушники просят у вас подмоги. Неужели никого более толкового у вас нет? И кого же, позвольте узнать? Маги на карантинных заставах ищут эту заразу. Послушники все выращивают кристаллы в катакомбах. Я вот целыми днями творю чары над отварами и готовлю маски для магов-исцелителей. А может быть, вам самому вмешаться? Говорят, этот дух из мага-фактории. Мало ли, какую заразу он может разнести. Мне больше двухсот лет, да будет вам известно. Я ловил духов еще при Великом Сангвине, да пребудет его светлый дух в вечном блаженстве. Хватит с меня громких подвигов и деяний. Все, что я сейчас могу, это преподавать зелье варенья и выращивать кристаллы. Придется драться. Не впервой. А может, нападем на них вместе? Прямо сейчас. Вы бы младших духов рассеяли, а старшего мы сами изловим. Как вам такой план? Нам только до магической клетки добраться. Оставил ее вон там, прямо у него перед носом. Оставил ее вон там. Ты это, только осторожно. Я ж говорил. Хорошо, духа мы с вами изловили. Что дальше? Ну, мы вам помогли, духа поймали, теперь клетка ваша, дальше вы уж сами. Вы его вон туда отнесите, в лабораторию, к секвестору. Он его на маноусилитель поставит, чтобы, значит, не разрядилось. Ну и... Да не глупые они, разберутся и без нас. Вы берите клетку, а мы в гусе Логос пойдем с другом, отметим успех наш, так сказать. И отдохнуть, и поработать, все успевают. Пойдем, пойдем. Что тут еще делать? Как тебе, кстати, новый пуск? Я прошу. Слышите? Нет, я требую. Полный восторг. Теперь, когда вы поймали духа, у нас в замке Орден пойдет новая жизнь. Рад оказаться полезным. Дорогой секвестор, скажите, какая же судьба ждет пойманного духа? Судя по всему, этот дух один из тех, что работал в Магофактории. Но мы не знаем его истинного имени. Поэтому, полагаю, мы упечем его в подземное хранилище. Начнется разбирательство, затем магический суд. Впрочем, разве вам это интересно? Это долгая история, на несколько лет. Прекрасно. Ну что ж, мне пора идти. Я обязательно расскажу о расторопности магов советнику Монтье. И, конечно же, я не пройду мимо вашей неоценимой помощи. Как там у магов? Адур, призываю тебя! Я здесь. Говорите. Повелевайте. Той ночью, когда ты бежал из Магофактории, ты видел ритуал? Нет. Не хочу. Не хочу назад. Но буду. Я буду говорить, дитя и леву. Внемли. Я видел, как они пришли со всей земли. Заплудшие, искавшие единство в пустоте. Они воззвали к ней. Их души в пустоту тянулись. И пустота ответила. Из них одну избрала и коснулась. И так в наш мир явилась. Угасли чары. Мои оковы спали. И я бежал. Погибель. Я искал спасения. Это все, что ты видел? Кто были люди, которые провели ритуал? Ты знаешь их имена? Кто они? Нет. 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 Я не хочу. Не буду. Страх. Небытие. Погибель в пустоте. Не вижу их. Не буду. Я расскажу тебе о таких, как ты. Покуда души их не гасли. Их видел я. Одна, другая, третья. Их много было. Я наблюдал за битвой после бегства. Как маги пробудили големов. Отбили многих от опустошения и увели под горы. Так. Там остались выжившие? Сквозь камни не способен видеть я. Под горы увел их мага Фактор. Они там скрылись. У той дыры, куда ушли, они остались големы. Они их защитили, и битва стихла. Мне ветер приносил их шепот. Как молят о спасении. Рыдают. И снова пустота. Как страшно. Не хочу. Не буду. Пощади. Не заставляй смотреть на них, дитя Элео. Пожалуй, я узнал достаточно, Адур. Закончим наш разговор. Да, кстати. Известно ли вам что-нибудь об Ороне и Гладрании? О Сирии или Оце? Что известно о подготовке экспедиции на Мон-Патри, граф? Вы обещали решить этот вопрос со дня на день. Ваше Высочество, Архимаг стоит на своем. Я пытался... А, наконец-то. Итак, что случилось в Могофактории? Вы узнали причину? Позвольте, Ваше Высочество, вы выражаете недоверие Королевскому Совету? Иногда, граф, одного мнения бывает недостаточно. Итак, что удалось узнать? Настоящая причина катастрофы – магический ритуал. Его провели последователи неизвестного культа. Причем среди них подданные Короны. Они использовали магию не из нашего мира. И эта магия погубила как их самих, так и Могофакторию. Что или кто может подтвердить Ваши слова? Беглецы с Могофакторией и пленный дух по имени Адур. Духи не умеют врать. Лучшего свидетеля вы не найдете. Кроме того, Адур видел, как последние выжившие укрылись в шахтах. Возможно, они еще живы. Если вы намерены помочь им... Мы не будем медлить и поручим поиски выживших вам. Отправляйтесь на Монпатри, найдите их и приведите ко мне. Ваше Высочество, Могофактория закрыта на карантин указом Архимага Кейторна. Я же говорил вам... С каких пор принц Ностри подчиняется Архимагу? Простите, Ваше Высочество, но это не то, о чем мы договаривались. Наш договор все еще в силе. Но пока у вас есть только слова. Слова, которые бросают тень как на Королевский Совет, так и на Орден Королевских Магов. Вековые опоры трон. Подтвердите ваши слова делом, найдите выживших и приведите их в цитадель. Тогда я поверю вам и дарую ту королевскую награду, которую обещал. Как вам такое решение, граф? Думаю, так мы и докопаемся до истины. Немыслимо. Смотри вот сюда. Учитель, мы должны доложить вам. Баронесса Гильдель... Я допросил Ферро, выяснилось, что он действовал по указке барона Дюпона. Предсказуемо. Мы знали о долгах Ферро, и пока вас не было, попытались расспросить Дюпон. Но этот молодой человек оказался хитрее, чем мы предполагали. И заранее сбежал из Марцеллы. Мы знаем, что в пути его сопровождал знаменитый отряд серых рыцарей. Они же несут охрану в его поместье. Убить его будет непростым делом. Этот заказ не по карману даже вам, мой друг. Убивать не нужно. Я должен допросить его. А-а-а, его надо не убить, а допросить? Это еще сложнее. Но я готов предложить вам сделку. Мой лучший ученик, известный как Железная Маска, находится в башне магов. Он выполняет одно щекотливое задание. Мы должны заставить магов поделиться их секретами. Они скрывают что-то от наших глаз. Тратят столько маны, делают столько шума. Так подозрительно. Нам нужен человек, который магам не очень знаком. Например, вы. Помогите Железной Маске выполнить его дельца. И в качестве нашей благодарности мы поможем вам с депоном. Согласны? Воровать? Это не по мне. Попрошу помощи у Горация. Да, когда-то я тоже скакал здесь с копьем наперевес. Веселые были времена. Готовы ли сторожевые големы, которых привезли накануне? Увы, ваш... Приветствую, мой друг. Я рад, что вы передали записку из дома заговорщиков мне, а не убийцам и шпионам. Как арест и допрос Ферро? Вы добились желаемого? Я только что из замка Айрак. С ним я разобрался. Но все ниточки тянутся к некоему Дюпону. Ах, этот Дюпон. Этот хлыщ никогда мне не нравился. Если бы я знал раньше, он уже был бы закован в кандалы и помещен в темницу Цитадели. Но поздно. Он сбежал в свое поместье. Мне донесли, что его сопровождали наемники из числа разжалованных рыцарей. К сожалению, у меня свободных мечей нет. Гвардии велено усилить стражу Цитадели и охранять покой государя. И где это поместье? Я бы поговорил с ним, как не рыцарь с не рыцарем. Поместье Дюпона находится на самом востоке Королевской земли. Где-то на северном тракте между Восточной ярмаркой и Башней магов. А сейчас прошу меня извинить. У меня тоже есть приказы от принца Адриана. Кто ты, гость? Благодарный зритель или... Или злобный критик? Говори же. Мы выслушаем тебя, а потом убьем. Или наоборот. Так будет даже веселее. Что ж, наша пьеса началась с дезертирства серых рыцарей. А закончится она страданиями и мольбами о пощаде. Отведите Летицию в укромное место. Она слишком много знает. Ее роль в нашей пьесе завершена, как и твоя. Ах, вот и ты! Какой артист сейчас погибнет от ложью движимой руки? Ты еще не погиб. Погоди. Глупое ничтожество. Разве трудно было ответить что-то стоящее? Но что с тебя взять? Ты даже не представляешь, с кем имеешь дело. Антракт! Увидимся в третьем акте! Делла, ты в порядке? И как теперь его найти? Да, господин. А где... Как там тебя, Делла? А подскажи мне, дорогая, куда мог Дюпон сбежать, не знаешь? Ох, не знаю. Но госпожа Летиция может знать. Они же... вместе были. А теперь он ее в подвале запер. Я вот тут ключ нашла. Может, это от подвала? Спасите госпожу Летицию, прошу! Спасать девушек, нострию и цыплят? Кажется, это моя новая профессия. Обыватели и черни, разве могут они прожить? Арман! Он такой тонкий, так много знает. Он говорил, что возьмет меня в убежище просвещенных, и мы обретем бессмертие. Вдвоем. Но как же? Между нами осталось так много недосказанного и стихий. Глупышка, ты что, влюбилась в него? Он же бабник и развратник. У него женщин, как стрел в колчане у лучника. А где это убежище? Убежище просвещенных? Нет, я не должна говорить. Летиция, твой возлюбленный убийца и предатель. Нет, нет, я не могу поверить в это. Арман, зачем же ты связался с ними? С кем? И где убежище? Я всегда хотела освободить его от тех жутких обязательств, которые он на себя взял. Но убежище просвещенных, по правде сказать, я точно не знаю. Я там ни разу не была. Арман меня не приглашал, хоть я и просила. Вот Линдси, какую-то простую работяжку из своего театра, он водил в убежище просвещенных. А меня, поэтессу, аристократку и подругу? Нет. В магафактории у Дюпона есть театр. Там вы сможете найти Линдси. Вот допросите ее и узнаете, где убежище. Театр в магафактории? Да, ты явно не в курсе последних новостей. Делла, вот и ты. Я беспокоилась о вас, госпожа Летиция. Грефлин, и вы здесь? Да, госпожа Летиция. Позвольте, я провожу вас на свежем острове. Нет, сейчас, погодите, не буду. Обыватели и Черни, разве могут они прозреть истину? Не скажите, мы будем. Ну и запах. Будто все истлело. Похоже, эта дрянь все-таки прохудилась. Вот же дрянь. Теперь назад, к Палатинусу. Будто отголос от чего-то. Бегите! Скорее! Скорее! От так встречи. Я из кожи вон лез, чтоб пробраться через карантин, но вы трое уже здесь. Что тут происходит? Мы попытались пробудить големов, чтобы охранять нас. Харви попробовал без табулы справиться. Как видите, ничего не вышло. Зря я все это затеял. Никого мы не нашли, ни наверху, ни здесь вот. Нет здесь никого. Голоса только мерещатся. Может, и не мерещатся. Я слышал, выжившие укрылись в шахтах. Принц Адриан поручил найти их и привезти в цитадель. Вот как? Так все сходится. Там у главного входа в шахты бродят какие-то чудища. Страшные, как смерть. Впервые таких вижу. Может, они чуют людей внутри? Вот и бродят там и решетки, как голодные собаки. Вход, к счастью, закрыт. Решетка тяжелая. Чудище, говоришь? Тогда вам лучше убраться отсюда и как можно скорее. Я с ними разберусь. Но уж нет. Я пришел сюда за Линси и без нее никуда не уйду. Она может быть там вместе с другими выжившими. Так что, хотите попасть в шахты? Давайте сделаем это вместе. Победите этих тварей, я открою вам вход. Вы же не знаете, как это делать. Нужна помощь? С Харви вон поговорите. Может, он вам големов пробудет. Во второй раз у него точно получится. Или вот Рета. Он знает, как попасть в шахты минуя главный вход. Ну как, по рукам? Что ж, наглости тебе не занимать, как и всегда. Держись позади и не попади в чью-нибудь пасть. Линдси, ты жива, любимая? Почему же ты... Норма... С Харви... Найдите ее. Найдите ее. Найдите ее. Нужно изучать ее, понять причину ее заболевания, найти пути лечения. И только после этого... Энергетическое поле башни нарушилось. Это создание опасно. Отныне оно будет под моим присмотром. А вы... Жду вас для разговора. Итак, не будем терять времени. Ваш отчет меня не интересует. Я знаю, что вы видели и что случилось. Мне известна причина, по которой вы оказались в магафактории. Чего бы ни ждал от вас принц, на Монпатри уже нет ни одной живой души. Существо, которое вы принесли, останется здесь. И будьте уверены, я приму все меры, чтобы эта скверна не вышла за пределы башни. И что же мне теперь делать? Принц поставил мне условия. Во-первых, не возвращайтесь в Цитадель. Вы еще не узнали ничего, что было бы интересно принцу. В Цитадели вас не хватится. Я уведомлю Адриана о задержке вашей миссии. А во-вторых, у нас есть общий враг. Группа людей, называющая себя Просвещенными. Или Культом Единения. Это они погубили магафакторию. И они же пытались убить вас на Батильских вратах. Вы ведь уже вышли на их след, не так ли? Этот ваш Дюпон оказался ловким колдуном. Он ушел от меня через портал. Похвально, что вы разворошили это осиное гнездо. Я ожидал подобного и отследил, куда переместился Дюпон. Сейчас он должен быть на юге Королевской земли. Его убежище где-то там. Недалеко от обители известных руанских ведьм. Не удивлюсь, если они укрывают мятежного барона-колдуна. Доберитесь до них и все выясните. И не поддавайтесь ведьминской хитрости. Вот вам пропуск через карантинные заставы. И еще я заклял один предмет. Он поможет вам найти вещи, связанные с ритуалом культистов. Соберите их и принесите мне. Они интересуют меня не меньше Дюпона. Посмотрим. Постойте. Мне нужно поговорить с вами. Не уходите. Пожалуйста, не отдавайте его полотенце. Уходите. Ничего я вам не отдам. Кажется, я вас где-то видел. Что вам нужно? Я принес тебе риторту с ядом поцелуй вдовы. Ты говорил, что его нужно уничтожить. Ах да, точно. Это ведь вы мешали мне работать. Я все вспомнил. Что же мы теряем время? Скорее. У меня уже все давно готово. Сработало. Поцелуй вдовы полностью уничтожен. Примите мою сердечную благодарность. Без вас у меня ничего бы не получилось. А как же противоядие? Оно уже не потребуется? Конечно. С помощью алхимических чар я поразил саму идею этого яда. Он исчез везде. В том числе и внутри меня. Все эти дни я работал над этой формулой. Напрягая последние остатки рассудка. Как же я устал. Не знал, что такое возможно. Но хорошо, что яд уничтожен. Вам не помешает отдохнуть. Как же теперь отдыхать? При всех своих талантах я не могу излечить собственную дочь. Золото Криспенов я где-то растерял. Буду думать, что делать дальше. Должно же что-то родиться в моей просветлевшей голове. Не так ли? Взбодрись, старик. Есть ли у тебя знакомые в артизане? Кажется, это у суда была... Смотри-ка. Ты, видимо, Карабос, местная ведьма? Кей Торн полагает, ты можешь что-то знать о месте, которое называют убежищем просвещенных. Кей Торн? Должно быть, он совсем в отчаянии расприслал вас ко мне. Но на этот раз старый глупец не ошибся. Я могу вам рассказать об убежище просвещенных и его хозяине Дюпоне. Некоторое время назад барон заказал нам с сестрой защиту его поместья. Такой интересный заказ. Вы понимаете, я надеялась через убежище попасть в древние подземелья Лисы, где уже сотни лет никто не бывал. Вы хотите сказать, что поставили какую-то магическую защиту на убежище просвещенных? Должно быть, и снять ее сможете. Нет, в этом и дело. Этот мерзавец Дюпон использовал меня и мою работу. Мало того, он украл мой магический шар. Кто же знал, что он будет не один? Смотрите, я вам все покажу. Я сама привела Дюпона в круг ведьм. Только там я могла зачаровать вход в убежище. Но он пришел не один. С ним был его жуткий покровитель. Теперь вы понимаете? Они обокрали меня. Забрали мое место силы. Так, может быть, поможем друг другу? Я верну тебе круг, а ты приведешь меня к Дюпону. Сейчас алтарь недоступен. Дружок Дюпона установил там свой щит. Но я, кажется, знаю, как от него избавиться. Я помогу вам проникнуть в убежище. Заберите мой шар из мира духов, а я подумаю, как одолеть эту мерзкую силу, оскверневшую мой алтарь. Ах, да. Шар вы получите лишь после того, как справитесь с защитниками. Но этот подвиг вам по плечу. Я буду ждать вас у круга ведьм. Субтитры сделал DimaTorzok Пришла добить меня, ведьма. Твои духи убили всех моих товарищей. Что ты несешь, девочка? Эти духи уже давно не мои. Ты пособница культистов. Что здесь происходит? Вы скоробос? Спешите к своим хозяевам-культистам! Помолчи, Сэдди. Ты что, не видишь, с кем говоришь? Не обращайте внимания. Бедная девочка только что потеряла весь свой отряд. Увы, они не справились с духами стихии. Которых призвала ты. Да что ж с тобой делать? Да, я призвала. Но эти твои культисты украли у меня власть над ними. Я сама стремлюсь попасть в убежище. Да, чтобы уничтожить Дюпона, а не помогать ему. Правда? Правда. Послушайте, я разработала ритуал, который разрушит чару щита вокруг алтаря. Вы проведете его, вернете мой шар на алтарь, а потом вернетесь сюда. И я помогу вам попасть в убежище. Вот заклинание для начала ритуала. Ритуал? Да просто уничтожьте этот щит силой! Вы же можете, я вижу! Хм, можно и так. Но я бы не советовала его трогать. Кто знает, какие силы его питают. Ведьма, я тебе помог, выполняя уговор. Я сняла чары с ворот поместья. Теперь вы можете напасть, но... Благодарю. Не все колдуны держат слово. Ага, ну же, скорее ударим, пока они этого не ждут. Сэдди, ты уже здесь. Не стоит так спешить. Мои птицы видели, что у них там полно странных чудовищ. Тем более надо ударить скорее. Жизнь Клайда и других пленников под угрозой. Вдруг они этим тварям людей скармливают? Молодость торопится, а старость знает. Вам будет трудно победить без союзника. На той стороне, ближе к водопадам, есть усыпальница. В ней живет беспокойный дух баронессы Жаклин, бывшей владелицы поместья. Она тоже изучала магию, но без особых успехов. Недавно кто-то из культистов украл ее украшение, но бросил его в соседней деревне. Я чувствую его след. С помощью этого украшения можно воззвать к Жаклин. И тогда она поможет очистить поместье от этих нечестивцев. Да о чем ты говоришь? У нас нет времени на некромантию, ведьма! Давай же нападем немедленно! Ага, вот и украшение этой Жаклины. Так, украденное украшение я нашел. Что дальше? Теперь отправляйтесь в склеп. Возложите его в чашу для подношений и зажигайте поминальные огни. Опять могилы. Придется потревожить. Украшение на месте. Кажется, теперь нужно зажечь поминальные огни. Жаклин, нареченная баронессой Треар, восстань же и услышь нас. Ох, карабос. Как ты постарела, пакостная ведьма! Скажи, ты все еще завидуешь, что я училась у Белинды, а не у тебя, злюки? Я? Да. То есть нет. А-а-а... баронесса, я рыцарь Айвор из Королевской Гвардии. В прошлом. Нам нужна ваша помощь. Что вам нужно? Баронесса, изменники и колдуны во главе с бароном Дюпоном заняли ваше поместье. Мы хотим их выгнать. Помогите. Барон Дюпон? Эти низкородные нищие змеи пробрались в мой дом? Слуги мои, очистите родовое поместье! Немедленно! А вы неплохо справились. Поздравляю. Карабос! Сколько лет прошло? Немало. Мы с сестрой все так же занимаемся... Куда вы меня привели? Ну что, Ферро, познакомься с участниками моей пьесы. Это тьма. А это мрак. Им отведена роль... Травить предателей. Ага, а вот и наши антагонисты. Что же, антракт закончился. Сейчас ты ничтожество. Увидишь всю мою мощь, всю мою новую силу и мой талант. А с тобой, Ферро, я разберусь прямо сейчас. Один на один. Итак, дамы и господа, начинается акт третий, заключительный. Чего смотришь? Наш спектакль окончен. Дай сюда. Да. Какой артист погибает? Сан, весь. Бешеному волку волчья смерть. Как жаль. А ты неплохо дрался, Ферро. Опять вы. Сначала отбирайте мой замок и кидайте в темницу, потом спасайте. Даже не знаю, что сказать. Скажи, где колдовские штучки Дюпона? Вы меня к этим бесноватым не записывайте. Но сдурил немного, да? Но людей я не мучаю, как они. Да, Дюпон готовил что-то. Я слышал перед вашим штурмом, он спрятал два каких-то свитка и кристалл. Наверное, это то, что вам нужно. Отлично. Как раз пригодится трещотка Тейторна. Клайд! В поместье есть три предмета, которые связаны с культистов. Так, осталось два предмета. Какое умное заклятие. Это ничего не изменит. И ты, и я, весь мир сольется в экстазе. Сделать бы такую же ложку, да на поиск. Не глупи, Аркад. Вызовем новых духов, они также взбеленятся. Нужен другой... С кем воюете? Кто это мечется по площади? Ну, сперва трубы прогремели. И эти вот с крыльями появились из ниоткуда. Духи обезумели. Стали крушить все на главной площади. Вот собираемся их усмирять, но пока не выработали тактику. У меня идея. Я помню, что в бою вы крепко держитесь. Может быть, вы нападете на них, а мы вас поддержим? Если духов хорошенько поколотить, они присмиреют. Посмотрим, что я смогу сделать. А, это вы? Ну как, добыли подробности магических ритуалов культистов? Что здесь творится? Мне пришлось пробиваться к вам с боем. Да, так это были они. Значит, наша пленница пробудила с собой древние чары башни магов. Впечатляет. Значит, вот как мы могли вызвать небесных воительниц на Видеса. Вот как просто. Столько усилий впустую, но вернемся к главному. Вы принесли мне предметы культа? Да. Вот эти колдовские штуковины. Замечательно. Значит, заклятие сработало. Так, бумаги я забираю для изучения. Странный. Кустарного производства. Не из магофактории. Вы удивитесь, я не силен в камнях. Но совет дать могу. Покажите его в артеле добытчиков кварца на Руане. Либо это они его добыли, либо этот кристалл завезен из других стран. Нужно расследовать его путь. Уверен, этот странный камень выведет нас на очередное логово культа. Ваша мудрость, вы в порядке? Учитель Кейторн, вы не пострадали? Не говорите глупостей. Я самый могущественный магност. Сколько раз повторять. У меня бумаги от магистрата Жермена. С каких это пор магистрат важнее королевского указа? А с тех пор, как вы тут кроме песка начали ценные камни добывать? Нам земля дарована королем. Не верю. День добрый, меня зовут Айвор. Я от Кейторна по поручению. Я Сабле, глава артели. Чем могу помочь? Посмотрите на этот кристалл. Вы знаете, кто и где его изготовил? Ну-ка. Интересно. Вот что я могу сказать. Сам камень и огранка не наши. Очень необычная огранка. Для маны кристаллов делают похожую, но другую, не такую сложную. А вот структуру камней я узнаю. Это же всемирно известный амбасский хрусталь. Амбасс это кажется в Ригерне. Кто его мог доставить оттуда? Ну, тут все просто. Такими камнями занимается торговая гильдия Флостера. Если кто-то и мог его привезти, то только они. Главного торгаша зовут Крумэн. Он там во Флостере и живет. Поспрашивайте его. Устращаете что ли? Гильдийцы те еще поганцы. Вряд ли что-то вам скажут. Но ведь попытка не пытка, да? Ты, Крумэн, глава гильдии. У меня есть к тебе несколько вопросов. Если вы по этому нелепому обвинению в похищении флостерской казны, то рыцарь Оливер уже допросил меня. Я не виновен. Нет, меня интересуют поставки хрусталя для манокристаллов из Амбаса. У торговой гильдии весьма обширные деловые связи. С Ригерном мы также торгуем. Но Амбасский хрусталь... Нет. Об этом я вам ничего рассказать не могу. Считайте, что мне о нем ничего неизвестно. Неизвестно? А мне сказали, что весь Ригернский хрусталь ввозят в Королевскую Землю через тебя. Кому верить? Хватит. Все претензии есть, они у вас есть. Передайте моей помощнице. Вот она стоит. А меня оставьте в покое. Я могла бы вам помочь, но... Знаю я таких, как вы, порядочных. Ой, башка трещит. А, вот и вы. Жармен предупредил меня, что вы можете прийти сюда. Как вы понимаете, допрос Крумэна ничего мне не дал. У нас просто нет никаких доказательств. Если бы знать, за что зацепиться. По букве закона он невиновен. Но если честно, этот Крумэн у меня уже как кость в горле. И что ты намерен делать? Дам вам совет. У торговой гильдии и разбойников с флостерского тракта недавно был конфликт. Крумэн перестал им платить, ну и... Слух есть такой, что разбойникам недавно удалось перехватить обоз гильдии. Вон там, сразу за мостом. И там был груз для Крумэна. Может быть, попробуем добыть этот груз? Кто знает, что в нем? Может быть, те самые доказательства, которые мы ищем? Вам удалось найти доказательства? У меня есть ящик хрусталя и накладная на его поставку из амбаса. Все на имя Крумэна. Невероятно. Торговая гильдия связана с теми, кто уничтожил мага-факторию? Мы немедленно арестуем этого негодяя. Предоставляю вам право допросить Крумэна и выбить из него все, что он знает. А я тем временем распределю стражу. Мы должны тщательно обыскать помещение торговой гильдии. И это ты пытаешься... Я уже сказал вам, что... На твоем месте, Крумэн, я бы придержал язык. Ты связан с культом единения, и я могу это доказать. У тебя есть выбор, рассказать мне все здесь и сейчас, или отправиться в Круцес по приказу принца? Круцес? Нет, нет, в Круцес я не желаю. Аранокс, вот кто виновен. Аранокс был наставником Тенебрса, пока Тенебрс его не убил. А теперь, так мне сказали, Аранокс возродился избранный высшими силами. Он обещал мне защиту. Из-за него я вступил в конфликт с Кистенем. Похоже, он соврал тебе. Рассказывай все, что знаешь. Аранокс держал все в тайне, но я смог выведать, что где-то неподалеку от Флостера есть лаборатория. Его лаборатория. Что за лаборатория и как туда попасть? Я не знаю. Никогда не хотел знать, если честно. Даю вам слово, я рассказал все, что знаю. Глава торговой гильдии Крумен. Вы арестованы за преступление против короны. Но я не виновен. Это Аранокс преступник. А я лишь посредник. Я не нарушал закон. Довольно. Вас будут содержать. Ой, я и продаю. Оружие, щиты, достойки. Прочитающая, вы верно поймете? Хоть и выглядит она как девица. Как девица? А откуда же она делась? Расскажите. Изменники, не подходите. Ты что себе позволяешь? Что здесь происходит? О, это вы? В самом деле вы? Это я, Айвор. Ах, как приятно вас видеть. Я помню, как вы решили проблему торговой гильдии во Флостере. Алагар, все в порядке. Рад вас видеть. Ну и денек. Что происходит, спрашиваете? Принц Адриан прибыл к нам в штаб со свитой. Хотел посмотреть сторожевых големов. А тут, откуда ни возьмись, налетела эта темнота. Появились убийцы. Напали на свиту принца. А затем заковали принца в волшебные оковы. Появился Тенебрас и никого не подпускает к принцу. Гораций должен с ним разобраться. Я защищаю ворота, пока еще кто-нибудь не проник. Но вас я пропущу. Действительно тяжелый день. А вы что здесь делаете, Авиль? Вы же с Круманом? Да я уже ухожу. Уверена, дальше вы справитесь без меня. Сложите оружие. Это было бы глупостью с нашей стороны, вы не находите? Глупо было нападать на нас прямо в штабе, Тенебрас. Но это даже к лучшему. Наконец-то ты показал свое истинное лицо. Проклятый чернокнижник. Вы слишком самоуверены для человека, окруженного предателями. Пока не началась драка, может быть объясните, что здесь арок вас раздерит вориться? Слова здесь ни к чему. Если вы верны короне, обнажайте оружие. Нужно защищать принца. Не делайте скоропалительных выводов. Принца здесь защищаем мы. Ложь. Твои убийцы напали на охрану принца и наколдовали тьму средь бела дня. Не только убийцы, прошу заметить. Среди напавших на принца были и рыцари гвардии. Неловко, не правда ли? Рыцари, убийцы. Кто же стоит за всем этим? Как кто? Конечно же, Аранакс. Вам ведь знакомо это имя? Он стал сильнее, чем когда-либо. Может быть, он уже колдовал нашего доблестного рыцаря? Кто знает. Вы верите этому лжецу? Аранакс, учитель Тенеброса. Они все заодно. Сдавайся, подлец. И я сохраню тебе жизнь. Похоже, драки не избежать. Сдавайся, подлец. Ваше Высочество, вы ранены? Хвала, Элео, я свободен. Благодарю вас. Докладывайте, что с моими предыдущими поручениями. Мне надо знать это сейчас. Я не нашел выживших. Я не нашел выживших, но с помощью Кейторна я вышел на культ, погубивший Мага Факторию. Этот же культ пытался убить вас. В таком случае я даю новый приказ. Уничтожьте этот культ как можно скорее, а их главаря приведите ко мне. Он нужен мне живым. Теперь вы, Легат, докладывайте. Ваше Высочество, атаковавшие вас адепты Тьмы убиты или бежали. Тенеброс схвачен. Я отправляюсь назад. Цитадель переходит на осадный режим. Никого не впускать и не выпускать. Двери запечатать. И меня? Вы правы. Вам я доверю мой личный свиток телепортации. Он заклят на возвращение в тронный зал. Ваше Высочество, Тенеброс колдует! Осторожнее! Ваше Высочество, Тенеброс сбежал. Это доказывает, что его адепты враги короны. Не уверен, Гораций. Если бы Тенеброс хотел убить меня, он сделал бы это раньше. Ваше Высочество, адепты Тьмы опасны. Я знаю, что вы... А вот и герой Нострии. Победитель злодеев, чудовище адептов Тьмы. Тенеброс, сдавайся по-хорошему. Избавь меня от лишней возни. Глупости. Я спас этого глупого мальчишку от смерти. Обоих мальчишек. И Адриана, и Горация. Вот как? А мне казалось, что это мы вам накостыляли. Истинно несколько глубже. Думаете, почему я оставил за собой портал? Почему не закрыл его? Я хотел поговорить с вами тет-а-тет. Я ведь знал, что только у вас хватит храбрости проследовать за мной сюда, в этот гибнущий мир теней. Как я уже говорил, за покушением на принца стоит мой бывший наставник Аранакс. К счастью для принца, я уже вышел на его след. Я проник в свиту принца и в нужный момент обезоружил замаскированных убийц Аранакса. Да, теперь я уверен, что это он. Но как? Аранакс мертв. Он был моей последней жертвой. Его нужно было убить, ведь он ввел адептов Тьмы к войне со всем миром. Аранакс едва не разрушил всю нашу работу, а также мешал моему росту. Удачно сложилось, не правда ли? На том конце за армиями теней и чудовищ есть руины. Там я убил Аранакса. И там же я чувствую, он воскрес. Осмотрите эти руины. А я... Мне предстоит немало работы. До встречи. Судя по всему, Аранакс погиб где-то здесь. Мое тело мертво, но дух еще пылает. Кто ты, дева? Зачем ты здесь? Молить тебя не буду. Делай свое дело. Аранакс не забывает. Что? Что ты такое, владыка пустоты? Да. Все, как она сказала. Мудрость и власть в обмен на служение? Да будет так. Что же... Время тысячи бессмертных ушло. Тенебрес. Отлично, что ты здесь. Ты как раз мне понадобишься. Как ассистент. Новое зелье ночного зрения, улучшенная формула. Хм... Давай попробуем. Подлая змея. Ну вот и вы. А я вас жду. Ты? Что ты здесь делаешь? Пока вы с учителем Тенебресом спасали его высочество, я вышла на след убийц и... Аранакс. Он здесь, я чувствую его. Это действительно он. Аж мурашки по коже. Как же он сумел выжить? Впрочем, скоро это недоразумение будет исправлено. Вы ведь уже здесь? Ты знаешь, где мы находимся и куда идти? О, это я сумела выяснить. Здесь как раз был один культист, когда я пришла. Хе-хе. Очень удачно вышло. Смотрите. Мы с вами находимся в лаборатории культа единения. Это первый зал. А Аранакс прячется в последнем. И он здесь не один. Больше я ничего узнать не сумела. Кто же мог подумать, что в культисты берут таких хлипких парней? Прорубиться к последнему залу? Задача ясна. Не все так просто. Дверь, ведущая дальше, закрыта очень хитрой стеной. Вскрыть ее не удалось. Порталы внутрь не открываются. Но я почти поняла, как ее убрать. Я оставлю вам свои заметки и портал во флостер. Вдруг вам подмога потребуется. А сама отправлюсь доложить Тенебросу о своих находках. Уверена, учитель будет доволен. Ну, кто тут еще? Ах, вы! Баронесса Дарден? Что вы здесь делаете? О, создатель! Не верю своим глазам. Вы здесь! Я все вам расскажу. Только дайте мне честное слово, что заберете меня с собой к принцу Адриану. Вы здесь по его поручению, верно? Что ж, это я могу вам обещать. Но если вы замешаны в делах Аранакса, Аранакса вас ждет каторга. Я понимаю. После всего, что мне довелось пережить, тюрьма – это лучшее, что со мной может случиться. Аранакс проводит ужасающие эксперименты. Он похищает людей, чтобы... Не знаю, как описать. Вы когда-нибудь видели, как изымается душа из живых людей? Как наполняется манокристалл этой жизненной силой? Мне больно это признавать, но... Я в этом участвовала. На мое несчастье, у Аранакса не хватило знаний алхимии, и ему понадобилась я. Это чудовищно. Как вы могли согласиться на такое? Пусть принц Адриан судит меня. Я приму любое наказание, каким бы суровым оно ни было. Я не могу дальше идти. Аранакс пугает меня. Каждый раз ты побеждаешь моих созданий. Они подвели меня. Но я их усовершенствовал. Сделал лучше, сильнее. И теперь, если ты хочешь добраться до меня, тебе придется их победить. И ты здесь. Мой коварный ученик. Теперь я знаю твои трюки, Тенеброс. Думаешь, сможешь убить меня? О, нет, учитель. Я здесь, чтобы убедиться в вашем возрождении. Видите ли, наши благодетели желают знать, как вам это удалось. Вы нужны им. надеешься взять меня живым? Это нарушает наш договор. Вы гораздо опаснее, чем я представлял. У нас мало времени. Поднимайтесь. Я уж подумала было, что Аранакс вас убил. Я так рада видеть, что вы здоровы. Что вы сделали с Аранаксом? Я развоплотила его. Применила кое-что из того, что выучила, за время участия в этих жутких экспериментах. Если бы вы знали. Но теперь все будет иначе, правда? Вы ведь теперь отведете меня к принцу Адриану? Я верю. Вы исполните ваши обещания. Я надеялся взять его живым. Придется доставить вас, как единственную пленницу. Постойте. Не спешите. Не так давно Аранакс получил крайне важное послание от Глашатая. Некий манифест. Мы должны забрать этот документ. Наверх по лестнице кабинет Аранакса. Я думаю, манифест Глашатая лежит где-то там. Ну, держись, Глашатый. Доберусь и до тебя. Теперь в цитадель. Давайте поторопимся. Локу-струни. Теперь сопроводите меня к принцу. Скорее. Это еще зачем? Это и был ваш с Аранаксом замысел, да? Мне нужно поговорить с принцем Адрианом лично. Я знаю, кто такой Глашатый. Но это имя я раскрою только ему. Я спасла вам жизнь. Почему вы мне не верите? Голдуны! Схватите их! Стойте! Пусть подойдут. Ваше Высочество, колдун Аранакс, пытавшийся убить вас, погиб сам. Вы убили его? Признаться, я надеялся допросить его лично. Баронессе Дарден пришлось уничтожить Аранакса, когда он взял надо мной верх. Ей помог Тенебрес. Ваше Высочество, я счастлива видеть вас. Баронесса, благодарю вас за содействие, но неужели вы единственное, что нам удалось добыть из логова Аранакса? Есть еще письмо Аранаксу от того, кто называет себя Глашатаем. Вам будет интересно почитать. В Твердыне соберется круг верных, дабы открыть врата единения. Что это еще за Глашатый? И о какой Твердыне речь? Ваше Высочество, вам будет сложно поверить, но Глашатый — это человек, которого ваш отец, король Клавдий, почитал не иначе, как верного друга. Кто же это? Огюст Монтье. Советник вашего отца. Да будут долгими его лета. Невозможно. Хотя, если подумать... И откуда вам это известно? Не один месяц я находилась в плену Аранакса. Я своими глазами видела их вместе. Предатель! Вот он! Схватите его! Глупцы! Вы не знаете, с кем имеете дело! Тебе некуда бежать. Проклятие! Ушел! Где теперь его искать? В Твердыне Единения? Я знаю, где это. Так говорите, не медлите. Это в Ригерне? В Артизане? Ближе, Ваше Высочество. Твердыня Единения — это замок Каденс. Монтье хитер, но слишком самоуверен. Его тайная Твердыня — это замок, который ему пожаловал ваш отец. Каков мерзавец! Немедленно найдите начальника Стражи Цитадели и передайте мой приказ. Взять Каденс! Приведите... Нет! Притащите этого предателя ко мне! Понял. Куда мне сопроводить баронессу Дарден? Баронесса Дарден? Она останется в качестве моей гости. У меня есть к ней несколько вопросов. Да тут целая армия. Здравия желаю! Легат Гораций передавал через магов, что вы к нам в усиление. Каков план? Гораций скоро прибудет. Мы должны отвлечь их, а он высадит ворота. Ударим в лоб, сомнём изменников. Хорошо. Ваши рыцари готовы? Всегда готовы. Дайте отмашку. Мы готовы. Тогда на штурм! Гораций. И с ним грифоны. Ты выбрал не ту сторону, бегат. И это всё? А вот и вы, мой замечательный друг. Эх, недооценил я вас, недооценил. Вы оказались ещё способнее, чем я думал. Короля из игры я вывел, принца и архимага обезвредил, но вы... Чем вы соблазнили нашу сиротку Гизеллу? Ума не приложу. Да от вас сумасшедших любой сбежит. Но вот вы, вы же были вторым человеком в королевстве. Чего вам не хватало? Того же, что и вам, мой друг. Устал я прислуживать всяким болванам. Думаете, мне нравится, что случилось на Магафактории? Я хотел изменить мир к лучшему. Если бы не безумцы в наших рядах, к счастью, вас освободили. Одна записка, пара слов и... Дело сделано. Дюпон, Аранакс. Я благодарен вам за избавление от этих чудовищ. На этот раз всё будет зависеть только от меня. У вас ещё есть шанс. Присоединяйтесь. Неожиданно. Но я не меняю нанимателей на поле боя, не в моих принципах. Ничего. Но, когда свершится единение и мир будет переделан, я найду для вас место. Молодойка, помогите! Я сделал всё, что вы мне приказали! Ещё нет. Я просто обыдите нет, я вам нужен! Верно. Монтье я не поймал, но хотя бы книгу его принесу. А вот и подмога. Что-то принцы Архимаг задержались. Глашатый пустоты мёртвы, это целиком ваша заслуга. Вы заслужили мою глубокую благодарность. Ваша награда будет поистине королевской. Полностью согласен, ваше высочество. Однако, мне хотелось бы узнать, куда пропала книга культа, которой пользовался Монтье. Я говорил вам о поражённой пустотой, о Линдсе. Я уверен, что знания из этой книги необходимы для её излечения. А раз мы излечим её, то... Вот как! А если я скажу, что книга прямо сейчас у меня, я забрал её из Кадденса? С помощью схемы заклинаний культа я разработаю собственный ритуал. Не призыва пустоты, а её изгнание. Всё, что мне нужно, это книга. Ваша мудрость, вам не кажется, что вы очень рискуете? Не проще ли уничтожить и Линдсе, и книгу? Другого пути у нас нет. Либо мы найдём способ избавиться от этой заразы, либо она медленно пожрёт всю страну. Мы обязаны рискнуть. Что ж, Архимаг прав. Он показал мне земли, поражённые этой... погибелью. Отдайте ему книгу. С удовольствием. Лучшая оборона — это нападение. Я согласен с Архимагом. Мне потребуется ваша помощь в башне. Я открою портал. Если вы готовы отправляться немедленно, идёмте. Что ж, вы здесь. Я рад, что вы согласились помочь мне. Пока вы охотились за культом, я изучал древние эльфийские манускрипты. Эльфы второй эпохи знали кое-что об этой пустоте. Один из них, Алаин, оставил подсказку, как можно её победить. Мана. Вот ключ к победе. Мы используем всю ману средоточия башни и направим её в Линдсе. Мы выжжем её связь с пустотой. Уничтожим сам корень погибели. Это будет мощный магический удар. Я готов пойти на этот риск. Мы собрались здесь, перед лицом угрозы нашему миру, всему нашему существованию. Все вы знаете, что я разработал ритуал, который позволит ударить в самое сердце врага всей мощью средоточия башни магов. Линдси станет нашей магической линзой. По её связи с пустотой, мы направим нашу силу и выжжем чистой маной всё, что нам противостоит. Я, Кейторн, Архимаг Нострии, подтверждаю своё согласие с этим планом и снимаю свою печать со средоточия. Если мы не справимся, мы рискуем поставить под удар не только башню магов, но и все окрестные земли вплоть до Риквиля и Ветреного порта. Достаточно снять щит, как скопившаяся скверна вырвется из линдси. Готовьтесь к бою, коллеги. Я, мастер алхимии Секвестр, подтверждаю. Ритуал опасен, мастер Секвестр, я согласен с вами. И сила, которую зовут погибелью, страшна. Но вы преувеличиваете последствия. Я подготовил рунический щит. Он ограничит последствия ритуала этой площадью. Мы выиграем этот бой. Я, мастер магии Мейстер, подтверждаю. Ним Низир Шакшукунгал. У нас получилось? Линдси, ты меня слышишь? Что ты видела? Отвечай мне! Что вы натворили? Он идёт. Я предсказывал, что мы встретимся в Запределье. И вот ты здесь. Давай на чистоту. Твои предсказания — это просто мутный поток мечтаний. Я должен был послать к улоге и тебя, и принца. Всё, что я выбирал, привело к погибели. Погибель пришла бы, так или иначе. Ритуал свершился бы. Монтье, Кейторн, Адриан. Любой из них мог завершить его. Пустота поглотила бы тебя вместе со всей Нострией, со всей Антарой. Но я дал тебе шанс. Ты здесь, во главе войска. И я готов помочь тебе. Я не справлюсь, прорицатель. Ты выбрал не того человека. Доверься мне ещё раз, и я приведу тебя к победе. Ты соберёшь всю силу, что осталось в умирающем сердце Антары. Её достанет, чтобы заставить нашего врага явиться лично. Когда последняя мана мира окажется в моих местах силы, наш враг явится. И тогда ты нанесёшь ему смертельный удар. Если мне удастся победить, и если я выживу, ты расскажешь мне всё. А не эти отговорки. Свершилось! Ты снова. Сколько раз ты должен вкусить горечь поражений, чтобы смириться? Сколько ещё ты будешь убегать от нас? А может, ты уже готов присоединиться к владыкам? Довольно, Ним. Твой разрушительный путь прервётся здесь и сейчас. Это последний из миров творения, который ты увидишь. Антара! Вот мой оплот! Твой оплот вот-вот развеется в пустоте. Это неизбежно. Вы сами погубили его. Беги, странник. Всё, хватит. Ты, значит, главная пугала. Я отсюда сбегать не собираюсь. Готовься к драке, тварь. Сейчас или никогда. Его сила растёт. Надо ударить, пока мы ещё можем победить. Значит, ударим. И как можно сильнее. Ничтожество. Это невозможно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Свершилось. Найди меня у Алтаря Драконов. Дrz Robbie Продолжение следует...